Глубоко уважаемый президент, коллеги, позвольте представить вашему вниманию сообщение на тему современные подходы к медико-социальной экспертизе онкогинекологических больных. Актуальность проблемы не вызывает сомнений. Злокачественные опухоли женских половых органов характеризуются тенденцией к росту и представляют собой одну из серьезных проблем современной онкологии. Из-за их распространенности, прогрессирующего характера течения, послеоперационных и иных осложнений, тяжести инвалидности, трудности прогноза и поражения лиц трудоспособного возраста. Для оценки состояния медико-социальной экспертизы необходимо оценить медико-демографические показатели региона. С 1991 года в области смертность населения превышает рождаемость. В регионе имеет место тенденция к постарению населения в связи со статистически достоверным уменьшением популяции доли детей и увеличением доли пожилых. В общем населении региона незначительно преобладают женщины в среднем 54%, а среди лиц пенсионного возраста они более чем в два раза преобладают над мужчинами. Это создает условия для развития такой возраста-ассоциированной патологии, как онкология. В 2015 по сравнению с 1995 годом в Белгородской области и по Российской Федерации имеет место достоверный рост заболеваемости в грубых показателях на 100 тысяч женского населения по классу злокачественных наобразований. Региональные показатели заболеваемости превышают общероссийские. В 2015 году в нозологической структуре заболеваемости с злокачественными наобразованиями у женщин опухоли половых органов составляют порядка 19%. При лидирующей позиции рака тела матки 9,2%, затем шейки и яичника. В 2015 по сравнению с 1995 годом в области достоверно возросли значения грубого показателя заболеваемости раком тела матки на 88,7% и недостоверно раком яичника на 11,7% и раком шейки матки на 0,7%. В 2015 по сравнению с 1995 годом в регионе грубый показатель смертности недостоверно увеличился при раке яичника на 3,5% и снизился от рака шейки матки на 4,1% и рака тела матки на 1,2%. Итак, в Белгородской области в целом динамика медико-демографических показателей негативно, что не может не сказаться на показателях инвалидности. Уровень первичной инвалидности вследствие злокачественных наобразований в Белгородской области в целом за 15 лет достоверно возрос на 56,8%, по Российской Федерации на 43,7%. Пиковые значения повышению уровня инвалидности в 2004 году в Белгородской области и в 2005 году в Российской Федерации связаны с принятием Федерального закона номер 122 о монетизации льгот и повышенной обращаемости лиц пенсионного возраста в эти периоды. В структуре первичной инвалидности населения области злокачественные наобразования занимают третье-второе ранговые места. При этом за последние 15 лет отмечается снижение абсолютного количества инвалидов с увеличением удельного веса инвалидов вследствие злокачественных наобразований. В 2015 году в нозологической структуре первичной инвалидности женского населения вследствие злокачественных наобразований значительная доля опухолей половых органов 23,3%, при лидирующей позиции рака тела матки 9,6%. В контингенте впервые признанных инвалидами вследствие злокачественных наобразований женских половых органов преобладают инвалиды второй группы с достоверной тенденцией к уменьшению их доли при раке тела матки. Инвалидность первой группы чаще определяется при раке яичника и шейке матки. Коротко хочу остановиться на законодательной базе медико-социальной экспертизы. Законодательная база оговаривается принятым приказом Министерством труда России номер 1024-Н о классикациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Согласно данному приказу, обязательным условием признания гражданина инвалидом является нарушение здоровья со стойким нарушением функции организма. Выделяется четыре степени стойких нарушения функции организма. Первая степень – стойкие незначительные нарушения функции организма вне группы инвалидности. Вторая степень – стойкие умеренные нарушения функции организма соответствуют третьей группе инвалидности. Третья степень – стойкие выраженные нарушения функции организма соответствуют второй группе инвалидности. И четвертая степень – стойкие и значительно выраженные нарушения функции организма, которые соответствуют первой группе инвалидности. Обращают на себя внимание, что при осуществлении медико-социальной экспертизы у больных раком шейки матки не применяется современная классификация данного заболевания и не учитываются прогностические факторы течения этого заболевания. Аналогичная ситуация наблюдается при осуществлении медико-социальной экспертизы у больных раком яичника и, соответственно, у больных раком тела матки. А в 2015 году рак тела матки в структуре инвалидности вследствие злокачественных наобразований женских половых органов занимает лидирующие позиции. И если более подробно остановиться на этом вопросе, мы отмечаем, что за последние 10 лет произошли кардинальные изменения в подходах к стадированию процесса, прогнозу и лечению больных раком тела матки. Они связаны в первую очередь с принятием в 2009 году классификации ТНМ 7-го пересмотра. Мы видим, что в последней классификации отсутствует часть стадий, то есть отсутствует стадия 1С, а вторая стадия определяется только при наличии инвазии в ткань шейки матки. В дальнейшем рассмотрении классификации также отмечается, что пациенты, у которых имеется опухолевые клетки в асцетической жидкости, больше им не определяется третья стадия заболевания, им определяется меньшая стадия заболевания. Соответственно, все это приводит к тому, что использование старой классификации в приказе Минздрава ведет к недооценке факторов риска и определению более легкой группы инвалидности данным больным. Здесь приведены 6 прогностических групп лечения рака эндометрия. Отмечается, что большинство из этих групп со второй по шестую будут подлежать помимо хирургического лечения лучевой терапии, а группы с четвертой по шестую будут получать еще химиотерапию. То есть возрастает интенсивность лечения у этих больных, возрастает количество осложнений, что также не учитывается в приказе по медико-социальной экспертизе. Основной особенностью медико-социальной экспертизы при злокачественных наобразовании является тяжесть инвалидности. Одним из основных вопросов, которые стоят перед медико-социальной экспертизой при освидетельствовании онкологического больного, как в случае первичной опухоли, так и при рецидиве злокачественного наобразования, является вопрос о влиянии клинического прогноза на трудовую деятельность больной. Фундаментом дифференцированного подхода является индивидуальная клиника-трудовое прогнозирование, основанная на оценке прогностических факторов у каждой освидетельствованной больной. Факторы, влияющие на прогноз онкологического заболевания и выбор тактики освидетельствования. В первую очередь, это, конечно, размер опухоли, глубина инвазии, наличие поражения регионарных лимфатических узлов и отдаленных метастазов. Все вышеперечисленные критерии входят в пластикацию по системе ТНМ и группировку по стадиям ФИГУ. Также имеет значение гистологическое строение опухоли, рецепторный статус, степень дифференцировки, вид проведенного лечения, возможность адаптации и компенсации, наличие осложнений. Здесь представлен разработанный модуль автоматизированной информационно-аналитической оценки степени выраженности стойких нарушений функции организма при осуществлении свидетельствования больных со злокачественными образованиями женских половых органов. В данном видеоряде представлен пример пациентки N56 лет, у которой диагностирован рак тела матки второй стадии, низкодифференцированная опухоль и которая подлежит комплексному лечению. Программа рекомендует определение второй группы инвалидности, хотя если брать в рассмотрение приказ непосредственно Минздрава, данной пациентке показана третья группа инвалидности, несмотря на все лечение, несмотря на степень дифференцировки опухолей и стадию заболевания. Данная программа получила патентную защиту. Созданная оригинальная многофакторная система количественной оценки степени выраженности стойких нарушений функции организма в процентах базируется на оценке возраста пациентки, размера опухоли, глубины инвазии, наличия поражения регионарных лимфатических узлов и отдаленных метастазов, гистологического строения и степени дифференцировки опухоли, вида проведенного лечения и наличия осложнений. Она является основой для принятия научно обоснованного экспертно-реабилитационного заключения относительно больных и инвалидов вследствие рака женских половых органов и в конечном итоге способствует оптимизации деятельности учреждений медико-социальной экспертизы. Ни для кого не секрет, что от ссор в семье страдают дети. Точно так же, когда специалисты не могут договориться, страдают наши пациенты. Поэтому я желаю вам полного взаимопонимания с коллегами во всех вопросах, связанных с профессиональной деятельностью. Спасибо. Продолжение следует...